На экскурсию по областному краеведческому музею 14 школьников из Москвы пришли не просто поглазеть. К этому событию каждый усиленно готовился, ведь для них это почти что работа. Эти ребята – победители различных конкурсов и олимпиад из особых лицеев, гимназий и других учебных заведений с разным уклоном. От журналистики до культурологии и углубленного изучения ботаники. И каждый готовит свой проект по Сахалину, поэтому у всех есть список профильных вопросов к экскурсоводу. Мой проект называется «Лекарственные растения, которые встречаются на Сахалине». Я в принципе увлекаюсь биологией. Я попала в этот проект через биологическую школу при ботаническом саду МГУ в Москве «Аптекарский огород». В прошлом году я ездила в такую же экспедицию только на Ямал. Там у меня была тема «Мхи и лишайники». Пока Мария будет собирать гербарий и готовить его описание, кто-то, например, будет изучать нефтегазовую промышленность Сахалина. Такие экспедиции Московский институт открытого образования проводит ежегодно. А куда именно отправятся, организаторы выбирают по названию улиц столицы. Нашлась там и Сахалинская. Чтобы попасть в эту экспедицию, Таня Фадеева стала соавтором небольшого исторического фильма. Москва. Восточный административный округ. Микрорайон Гальянова. Можно сказать, самая окраина столицы. Всего два километра на восток. И уже знаменитая московская кольцевая автодорога МКАД. А вон там, за прудом, находится улица Сахалинская. Мы вот едем в экспедицию на Сахали, но вы можете передать какие-нибудь теплые слова местным жителям. Мы передаем из Москвы очень большой привет. Ждем в гости. Очень всем рады. Все цунами, которые там, чтобы они пережили и берегли себя. Идеолог проекта «Улицы Москвы» зовущий в дорогу Елена Найденова, заведующая лабораторией народоведения кафедры ЮНЕСКО в Московском институте открытого образования. Поэтому экспедиции связаны с культурой коренных малочисленных народов. С представителями сахалинских этносов Елене уже доводилось работать. Ребята приезжают в Москву, участвуют в театральном фестивале. Такие разные, такие похожие народы времена нравы. Как раз вот мы проводим этот фестиваль. Ребята ездят по московским школам. И помимо выступлений на сцене, они также общаются с детьми из московских школ. С Сахалина тоже были коллективы. Это Пелокен, Арила Миф. А теперь вот мы к ним приехали. Впереди у ребят двухнедельное путешествие «Досиловал». Свои впечатления о Сахалине они оформят в экскурсии, которые проведут для младших школьников в Московском музее образования. Лучшие программы станут вести на регулярной основе уже работники музея.